Меня зовут Лиза Симбирская, я сценарист и продюсер своего собственного веб-сериала «Это я». Меня пригласили рассказать немножко про сценарии, я посмотрела все ваши фильмы. И, наверное, начнем с конца. Я хотела, наверное, пару слов сказать о том, что бросается в глаза, когда смотришь все ваши фильмы подряд, на что я обратила внимание. Я обратила внимание на то, что во всех фильмах, в принципе, несмотря на то, что... Ну, я понимаю, что был задан один и тот же бриф, но во всех фильмах очень похожая идея, скажем так, с которой все начинается. Ну, то есть даже с банального, что человек, который просыпается, открывает глаза, который инопланетянин, он даже не всегда смотрит вверх, то есть никогда не в землю, например, но ведь при этом человек может проснуться глазами вниз. Просто, наверное, за 48 часов понятно, что очень сложно сделать какую-то работу, которую несколько раз ты обдумываешь и перепроверяешь и редактируешь. Но, тем не менее, наверное, сценарий, самое сложное и самое важное, с чего стоит начать, это не брать первую попавшуюся мысль, которая пришла вам в голову, потому что эта мысль пришла в голову вашему соседу. Так бывает, мы все довольно похожие люди. Это доказывает то, что у всех очень похожие фильмы. Выбрать идею, которая следующая за самой первой, это очень вас продвинет вообще, это 10 шагов вперед по сравнению с вашими конкурентами, потому что большинство людей действительно берут первую попавшуюся идею. Если вы берете вторую, третью, а лучше пятую, то вы просто на коне, у вас победа практически в руках. Что еще бросается, возможно, вы тоже это отметили, что есть общее между всеми фильмами. Это то, что герои сталкиваются с огромным количеством негатива в нашем мире, то есть его просто все время, герои разные, а все время попадают в одни и те же ситуации, все время избивают, все вокруг орут, кричат, женщины и мужчины постоянно ругаются. Инопланетянин, просто испытываешь к нему очень большое сочувствие. Существо попало на планету, а здесь просто ад какой-то происходит. Вы тоже это заметили, да? Я так смотрю, просто все так заулыбались. Ну то есть всем понятно, о чем я говорю. С чем это связано? Я это связываю с тем, что мы, видимо, действительно живем в полном аду. И вы, как режиссеры, это проанализировали, вы это поняли, вы это почувствовали, и вы это показали. Но чем отличаются, наверное, большие режиссеры, на которых мы хотим равняться всей, которых мы любим и с которыми мы хотим работать в будущем, от режиссеров, которые только делают свои первые шаги на этом не очень простом пути? Они отличаются тем, что они не берут поверхностные суждения о мире, в котором они живут. Они пытаются немножечко копнуть дальше, увидеть что-то, что находится под стереотипами о нашем мире. Мы все, как обычные жители города, мы все сталкиваемся с этим негативом, мы все видим, что люди вокруг довольно агрессивные, мы там, может быть, агрессивны по отношению к нашим знакомым или незнакомым людям. Но это самый поверхностный слой, чтобы, как вы видите, рассказать его не так уж сложно, это вам всем практически удалось. Но что за ним, что под этой историей про то, что люди, например, самый часто повторяющийся сюжет, который меня очень впечатлил, это то, что молодой человек с девушкой ругаются. Это первое, что видит инопланетянин. Что за этим, почему они ругаются, что происходит. Так ли это важно на самом деле, чтобы показать, что видят первые инопланетяне на нашей планете, это что люди ругаются. Так ли это, основополагающая ли это вещь, может быть, есть что-то еще, что можно показать, и это будет интересней, и это выделит вас, и это покажет вашу внутреннюю работу. Потому что режиссер, это, конечно, в первую очередь человек, который показывает миру свой внутренний мир, свой внутренний мир. Что его волнует, что с ним происходит, о чем он хочет рассказать. Вы сейчас рассказали в большинстве своем историй, которые вы просто их видите, это первое, что вам бросается в глаза. Вы просто пытаетесь это отрефлексировать, но на самом деле это вас волнует. А если вас это волнует, то, может быть, вы можете это рассказать как-то по-особенному. Каждый из вас может рассказать это миллионами разных способов, не только с помощью проснулся, увидел небо, увидел девушку, она ведет меня за руку. Это то, что вы считываете в большом количестве информации, которая поступает в вашу голову в Инстаграме, в Фейсбуке, ВКонтакте, в Ютьюбе. И вы видите этот проект Follow Me, где нужно идти и вести за собой человека за руку, и вы это транслируете. Но это не ваша мысль. Вы можете это сделать гораздо интереснее, лучше, круче. У вас наверняка найдется больше возможностей, больше каких-то скиллов, чтобы выразить эту мысль. Что еще? Я заметила, что большинство режиссеров в этих фильмах мужчины, друзья. Ну почему же вы так не любите женщин? Ну что же вы их так не любите? Почему же они у вас все время кричат, ругаются? И вообще какое-то чувство остается, знаете, от всех этих историй какое-то чувство остается, как будто бы вы хотите женщин спасать, а им это не очень нужно. И вы так и не понимаете. Ну а что тебе еще-то нужно? Я уже и спасать тебя бегу, и уже готов, а тебе еще чего-то нужно. Не очень понятно. Вы транслируете в данном случае свою позицию. Мне это уже даже интересно с точки зрения социологии какой-то. Вы транслируете свою позицию в этой истории, или это позиция вашего главного героя, инопланетянина, что он хочет всех спасать. Он видит, как спасают, ну как бы он повторяет движение людей, он видит, как спасает, как парень бьется за девушку, и он повторяет это действие. Так как это происходит в каждом фильме практически, то очень интересно, это какая-то общая мысль, что нужно там все время спасать девушку от кого-то, чтобы она вас полюбила. Но что самое интересное в этом фильме, по-моему, он был предпоследний, что девушка просто взяла, бросила своего парня ради инопланетянина и пошла с ним в ту же секунду, как только он ее, значит, спас от этого парня. Это же очень странно. Ну, то есть, вам не кажется? Почему? Да, вот, вы, наверное, режиссер. Нет? А, хорошо. Ну, смотрите, все началось с того, что девушка ругается с парнем, инопланетянин подходит, толкает парня, девушка почему-то берет инопланетянина за руку и идет с ним тусоваться. Какая, устроилась ли другая ситуация? Да, когда они встретились. Автор. Нет, давайте. Нет, 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 давайте как раз вот этот отличный кейс, отличная история для разбора сценария. Давайте разберемся, что же произошло в этом фильме. А есть режиссер этого фильма в зале? Мы вот так вот сейчас будем обсуждать. Да? Я вас просто очень плохо вижу, потому что вот тут на меня светит. Да, а вы выходите сюда поближе. Нет, ну, просто, наверное, нам это… Если не хотите, мы не будем. Нет, правда. Нет, правда, если не хотите, мы не будем это обсуждать. Окей, хорошо. Давайте вот разберем просто сценарий. И опять же, смотрите, что же там случилось. Расскажите, пожалуйста. Почему просто девушка бросилась… Ну, как бы вот ее инопланетянин сказал, все, там, отвали, парень, пошел вон. Она такая, окей, пошли со мной. Ну, здесь, если… Собственно, главный косяк в том, что реально, ну, не хватило, скажем, именно времени, чтобы поработать кадр. Мы не отсматривали материал, который снимали. Поэтому объясню, как… Да ладно вам, да, все в курсе. Нет, 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 это абсолютно нормально. В смысле… У вас было всего 48 часов, это… Нет, это потрясающий опыт. Мы ненавидели свою жизнь, это отлично. В общем… Просто почему девушка бросает своего парня, а потом… Я расскажу. И вам, вас довольно верно поправили насчет того, что в конце девушка защищает. В общем, суть в чем, инопланетянин просыпается, видит, как там все построено на цветах. И да, согласен, я переборщил за плюром там, где он гулял с бабой и с фоломи. Ну, first person, ваше мать, чего вы хотели. В общем… А, это цвет? Это типа у него разные… Да, разные типы восприятия. Пересмотрите как-нибудь. Я второй раз сейчас смотрела, серьезно. Отлично. Если зашло, я даже немножко рад. Со второго раза я поняла гораздо лучше, что там происходит. Да, короче, суть в том, что как раз все строилось на цветовосприятии. Ну, то есть на зрителя идет то, что он видит негатив, все серенько. Он закуривает сижечку серенько. Он видит, как кудрявый паренек трогает девушку за лицо. Да, люди разные. Такое тоже получается. Светлые эмоции. Пробуют потрогать другого парня за лицо, негативные эмоции. Тот его отталкивает. Он понимает, что парень с девушкой трогают друг друга за лицо. Парень с парнем толкаются. И поэтому в первом моменте ссоры с девушкой он просто пытается приветствовать парня. И проблема в том, что, да, и косяк был в том, что мы плохо видно в обоих сценах. И в первой сцене с конфликтом, и во второй сцене с конфликтом. Первый ссоры с парень с девушкой, вторая ссоры с парень с девушкой. В первой не видно, как он его толкает, не особо видно. То есть он пытается ее поприветствовать. А второй его, разумеется, бьет. И когда абсолютно незнакомому парню... Скажем так, это сокровенные тайны женской души. Если... Давайте сейчас. Немного психологии. Поехали. Ну, в общем, мы пытались прописать мотивацию, почему она пойдет с ним гулять. И одно из самых очевидных, это то, что ее парень, в принципе, ведет себя как мудак. Из-за этого они и посрались. Поругались, я прошу прощения. Ну да, нет, это как раз понятно. Да, позвольте, я добью. И помимо того, что он ведет себя как мудак, он еще и атакует первого встречного парня, который просто как ее мнение складывается, пытался ее защитить. И поэтому они начинают гулять. Ну и дальше баба нашла мужика, баба катает мужика. По итогам. Да, они бегают, гуляют, развлекаются. В итоге она кидает его. Кстати, если заметили, отсылочка. Пара пасхалок. Первая пасхалка – бомж почти в каждом кадре Кинчика. Он наблюдает там, ну мы делали так, чтобы можно было пересматривать. Знаю, никто не хочет. Ну да ладно, можно немножко путешествовать в свое самолюбие. Давайте ускоримся немножко. Да, 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 я пытаюсь побыстрее. Вот. А вторая, она бросает его ради того же парня, ради которого, с которым она ссорилась, да, в первый раз. И во второй раз, когда ему грустно, он пытается восстановить тот момент, когда у него было все цветное. И поэтому он пытается оттолкнуть парня во второй раз. И здесь ситуация оборачивается по-другому. И как раз они с бомжом беседуют только потому, что он не может понять землян. То есть в одном случае девушка бросается на защиту, в другом случае девушка его отталкивает. Да, это как раз, да, спасибо большое. Это как раз было, давайте аплодируем. Но согласитесь, что, наверное, это мы все как раз поняли. Я-то спрашивала немножко про другой. Я спрашивала, почему девушка бросает своего парня, с которым она встречается. А как мы знаем, встречаются люди не с первыми, попавшимися вообще. Так как бы. Сорян, если там, извините. Ну просто обычно там. Но если ты уже ссоришься с человеком, то ты, наверное, с ним в каких-то отношениях. Логично, если вы не только что встретились на лавочке. По крайней мере, нам об этом из фильма ничего не известно. Нам известно, что есть парень и девушка. Парень с девушкой ругаются, появляется инопланетянин, девушка бросает своего парня и идет с инопланетянином. Минопланетянин совершенно ей незнакомый человек. С точки зрения мотивации героя, это, ну, никак. А вы что видели? То есть вы предполагаете, они встретились просто... Ладно, друзья, хорошо, давайте не будем по этому поводу ссориться. Я просто хотела сказать, что мотивация героя в таких коротких фильмах, когда вы делаете их, тем более за такое короткое время, очень важно продумывать эту мотивацию, и она должна быть кристально понятной. Чтобы не было вот такого момента, что молодому человеку кажется, что нужно интерпретировать так, мне кажется, что по-другому, вам всем кажется, что по-третьему. Фильм хорош тем, что он сообщает нам только то, что происходит на экране. Да, в нем есть масса каких-то других... Слушайте, ну, если вам так не нравится, вы можете выйти. Спасибо большое. Чтобы просто никто никого не раздражал. А, ну, да, я тоже переживаю, иногда бывает такое. Если у вас мало времени, и вы хотите за это маленькое количество времени снять понятную историю, упростите ее до минимума. Это касается сценария, это касается монтажа, это касается режиссуры, это касается цветокоррекции, это касается всего. Сделайте ее очень простой, но очень понятной. Вот я, наверное, сейчас, может быть, это будет непопулярное мнение, но мне очень понравился фильм «Транзитный пассажир», который здесь был показан. Он очень короткий, и он больше похож на клип, чем на фильм. Но, знаете, в нем была очень важная штука. В нем был еще, помимо какой-то простой понятной мотивации, персонаж, у него транзитная пересадка на планете Земля, он ходит, у него есть час времени или сколько, 15 минут времени, он во все тыкает, ему все интересно, он как турист. Еще важная штука там была, это темпо-ритм. Темпо-ритм истории, когда вы начало, середина и конец, это понятно, но в этой начале, середине и конце тоже есть темп того, что происходит. Важно его соблюдать. Тогда ваш фильм выглядит очень целостным. Когда что-то где-то провисает, когда вам… Вы можете даже это, может быть, ну, поначалу это сложно оценить, но золотое правило, что если есть что отрезать, режьте при монтаже, просто не жалейте, режьте, 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 пока отрезать будет нечего. Вот когда резать будет нечего, и понятно, что вот без вот этого кадра, и без вот этой ключевой штуки история просто будет непонятна и не сложится, значит, вы добились просто прекрасного результата, и все будет классно. Это написано в любом учебнике по режиссуру и монтажу. Нужно резать, пока не останется… Нечего резать. Наверное, еще я хотела бы сказать про главных героев и персонажей. Практически во всех фильмах получилось так, что про главного персонажа ничего, про главного героя в принципе ничего не понятно. Какой он? Что ему нравится на планете или ему не нравится? Как он себя чувствует? Какой у него свой собственный характер? Ведь инопланетяне, мы предполагаем, что из всех этих фильмов было предположение, что инопланетяне – это разумные существа, которые прилетают на нашу Землю, и они здесь что-то чувствуют, что-то понимают, и у них уже есть какой-то бэкграунд. То есть не нулевой вообще, нулевой бэкграунд. У них что-то есть. И единственный фильм, в котором мне показалось, что это было хорошо выражено, что у персонажей есть характер и какое-то представление о жизни, это фильм «Ключевой момент». в котором из вот этих маленьких реплик, закадровых, вы понимаете, да, в каком фильме я говорю? Нет? Это тот, который похороны друга, инопланетяне останавливает время, и он возвращается назад и находит ключевой момент, почему парень покончил жизнь самоубийством. Насколько я поняла, он покончил жизнь самоубийством. Из маленьких реплик, которые говорит инопланетянин за кадром, ну или как бы его разум нам сообщает, что происходит, из этих реплик складывается характер этого персонажа. Он довольно для нас ироничный, потому что то, что для инопланетянина главное, найти этот ключевой момент, найти это письмо, которое привело к цепочке всех событий. Для человека, для людей, потерявших друга, для них это не главное. И в этом конфликте между восприятием информации инопланетянином и людьми рождается персонаж. Мы понимаем, что инопланетянин не такой же, как человек, потому что для него важно найти просто этот ключевой момент, принести на кладбище, положить на могилу этот доказательство и сказать, вот, проблема решена, ключевой момент найден, все, можете жить спокойно. Но мы, как люди, которые потеряли друга, понимаем, что для нас это ничего не значит. И мы не вернем друга этим ключевым моментом. Этот зазор создает ощущение реальности того, что происходит. Создает ощущение, что есть люди, есть инопланетяне, у них разный подход к жизни, разные интересы. Это очень круто. В других фильмах я, к сожалению, не увидела вот этой разницы между инопланетянином и человеком. Пять минут. Окей. В любом случае, что хочется сказать по итогу, что это очень круто, что вы все приняли в этом участие. И вы все очень большие молодцы. На самом деле, снять за 48 часов, что бы то ни было, очень сложно. И это понятно мне, понятно молодому человеку, который вышел, и понятно вам всем. И чтобы люди, типа меня или кого другого, не выходили на сцену, не говорили, что вы где-то что-то сделали неправильно, вы можете прислушаться, но вы обязательно должны продолжать делать то, что вы делаете, потому что успех заключается только в том, чтобы продолжать, 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 продолжать. Заново, заново, заново и заново делать. Да, абсолютно. Поаплодируйте себе сами. Вы огромные-огромные молодцы. Это очень круто, что вы приняли в этом участие. В любом случае. Но на что еще обратить внимание, конечно, нужно, что даже если вы делаете работу за 48 часов, старайтесь ее делать хорошо, без косяков, типа петличка на футболке. Команды начали, да, и поехали. Вы это все можете подправить на постпродакшене. Это не так сложно. Просто обращайте на такие вещи внимание, потому что понятно, что это сложно. И в первый раз, но вы же все смотрите кино, вы все знаете, как это делается. Вы понимаете, что это немножко… Это косяк. Технический косяк всегда выбивает зрителя из ощущения, что он смотрит кино. Но чем хорошо? Тем, что вы в него погружаетесь, вы в нем находитесь, и не можете уже из него выйти. Выйти просто неизменившимся. Когда вы видите петличку, когда вы слышите команду начали, когда вы понимаете, что это игра актера и все не по-настоящему, кино теряет свой шарм, теряет свою прелесть. В остальном, больше уделяйте внимание реальности, в которой вы живете. Больше ищите, что находится под вот этими стереотипными представлениями о жизни. Пытайтесь брать не первую, не пятую, лучше двадцатую идею и переписывайте, переписывайте, переписывайте свой сценарий, пока он не будет порталом в реальную, но выдуманную жизнь. Понимаете, да? Кино – это все-таки выдуманная жизнь. В ней может происходить все, что угодно, но оно не должно как-то… Оно должно все-таки… Зритель должен этому всему поверить. Именно поэтому у героев должны быть мотивации, у героев должны быть какие-то переломные моменты. Зрителю все это важно. Как вам важно это в кино, так и всем остальным это точно так же важно. И, наверное, самый полезный совет, который можно дать начинающим кинематографистам, это смотрите много плохого кино и запоминайте, что в нем плохо. Смотрите много хорошего, но смотрите много плохого кино. Запоминайте, что в нем плохо, читайте сценарии, читайте, как они сделаны, читайте книжки по драматургии. Смотрите на YouTube классные подкасты про то, как разные режиссеры снимают, какие они используют уловки, моменты, every shot is painting или что-нибудь типа того. Такие подкасты с субтитрами на английском. Смотрите на Кинопоиске. Разные теперь делают тоже подкасты. Это все очень-очень полезно. И обязательно продолжайте, потому что вы все супермолодцы. Спасибо вам. Субтитры сделал DimaTorzok